Вот бы отправиться в экспедицию, а? Куда бы ты хотела? Далеко в горы? Ну зачем же? В нашей Умской области можно сделать невероятное открытие. Об одном из них расскажет Максим Дубовец. Доброе утро. Доброе утро. Максим, вы собрались в экспедицию. Она научная или познавательная? И вообще в чем суть ее? Ну скорее это будет все-таки познавательная экспедиция с элементами. Я бы назвал ее научно-популярной. Потому что основная цель экспедиции – это популяризация омской богатейшей на самом деле природы. Мало кто знает, насколько богата омская природа. Потому что люди привыкли, даже если что касаемо птиц, думать, что у нас есть голуби, у нас есть воробьи. Ну кто там еще? Вот синички, потому что они везде летают кругом. Вороньи. Снегирей еще люди видели, да? Кто-то знает, что есть, допустим, сверистели. Ну это прямо в Омске. Но на самом деле, если брать даже природу Омска, то в Омске у нас обитают совы. И длиннохвостая неясыть, и бородатая неясыть. Вы это можете видеть в интернете. Люди иногда это буквально снимают, попадается им. Я понимаю, главная цель экспедиции – это показать то огромное наличие птиц, которое мы, скорее всего, не видели. Скорее всего, все экосистемы нашей Омской области. Но мы не замахиваемся на научные исследования какие-то. Это дело все-таки биологов. Наша задача – это привести людей, наших, в первую очередь, омичей, к пониманию и виденью богатой омской природы, которую они на самом деле сводят к пню. Но все-таки у вас есть определенная цель в вашей экспедиции. Вы хотите добраться до пеликанов, причем кудрявых. Да, кудрявых пеликанов, непосредственно кудрявых пеликанов. Это изюминка природы Омской области, потому что самое северное из известных гнездовий пеликанов, оно находится в Омской области. Хотелось бы это показать людям. Более того, если шире смотреть, это заинтересовать, показать омскую природу, вызвать интерес у людей в России. Понимаете, поддержать позитивный имидж Омской и Омской области. С помощью таких великолепных фотографий. Это ваши фото, да? Да, это мои фотографии. И все они сделаны тоже в Омской области? Да, вот это буквально сделано на Зеленом острове. Снимки, вот эти снимки сделаны на ручную оптику, то есть мануальным фокусом. Каждый из них уникален, потому что фотографировать птиц на мануальную оптику, это достаточно сложно. Они очень быстро двигаются. А что значит на мануальную оптику? Это без автофокуса. То есть у нас как привыкли? Вот навел, щелкнул, да? Навел, щелкнул. А здесь приходится думать. Прицелиться. Да, приходится думать. Да, то есть вот приходится двигать что-то там руками, скажем так, чтобы сфокусироваться. И на пленку снимали на самом деле на мануальную оптику в СССР, по крайней мере. Понятное дело, что в экспедиции мы будем применять абсолютно другую технику. И мы говорим о краснокнижных птицах, мы говорим о природе краснокнижной в основном. Поэтому и техника, и аппаратура, которая применяться будет, она призвана максимально снизить антропогенное влияние. Ну, грубо говоря, максимально издалека, чтобы не вмешиваться в жизнь живой природы, зафиксировать, показать людям, как это может быть интересно, красиво. У нас цель все-таки создание книги для школ, биологических кружков, для учителей, чтобы она послужила, может быть, даже опорой в плане и образовательных моментов по природе Омского края. И в плане заинтересовать детишек, чтобы они начали видеть, буквально выйдя из класса, то, что они не видели раньше. Есть возможность примкнуть к вам? Конечно, пожалуйста, мои данные, они в интернете выложены. Я на этом делаю акцент. Пожалуйста, звоните, приходите. Мы каждому найдем какое-то место. А мы можем прямо сейчас сказать номер телефона или куда приходить? Мой номер 8905-921-4080. Это мой сотовый. Его знают, наверное, в новой помощи. И можно принять участие в создании новой книги. Если вы забыли этот номер, пожалуйста, ВКонтакте, он есть, он выложен в открытый доступ. Никаких вопросов. Спасибо, Максим, за интересную беседу. Дорогие телезрители, если вы хотите принять участие, звоните по указанному телефону и вносите свой вклад, так сказать, в развитие экологии Омской области. Ну а далее на 12-м канале новости. Продолжение следует...